Я вообще не банкир, и банкиром не считаю себя, и финансистом тоже. Всем кажется, что их идею украдут. Мы, например, в Каспии называем стартап, который 15 лет длится. Потому что он все время меняется, 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 мы улучшаем, улучшаем, улучшаем. Какая ваша критическая сумма, без которой вы не сможете стартануть? Спотыкаясь, падая, отряхиваясь, но идти все равно. Но и конкурс в принципе не про легкие деньги, это не лотерея. Мы попросили о помощи правительству в двух вещах. Вот кадров нет, вот там некого кредитовать. Я с этой позиции не согласна. Мне родители в сберкнижку складывали деньги, я взял их для первого бизнеса, потерял, правда. Мы не даем просто так, мы не помогаем просто так. Мы доверяем абсолютно незнакомым чужим людям. Я из гаража пробовал апельсины продавать, меня обманули иранцы. Да, это друзья, это близкие, дальше уже, когда есть имя, есть авторитет. Одна семья, один бизнес и один партнер, и на всю жизнь. Привет, дорогой зритель! Вы находитесь на YouTube-канале Forbes Kazakhstan. Меня зовут Виктор Бурдин, я журналист. Сегодня у нас очень необычный выпуск. В первую очередь потому, что у нас не один, а три героя. И все эти три героя крайне редко дают интервью журналистам. Но для Forbes Kazakhstan они сделали исключение. Итак, встречайте. Вячеслав Ким, Кенес Ракешев, Асель Тасмагомбетова. Но, прежде чем мы начнем, не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео. Наших сегодняшних героев объединяет конкурс «Построй свой бизнес». Его уже 8 лет подряд проводит благотворительный фонд САБИ под руководством Асель Тасмагомбетовой и при поддержке бизнесменов Вячеслава Кима и Кенеса Ракешева. В 2020 году к ним присоединился Рашид Махат. Известные бизнесмены выделяют безвозмездные денежные гранты молодым предпринимателям. В 2021 году на конкурсе был побит рекорд по числу заявок. Их поступило 1075. В финале 11 победителей получили гранты на 330 тысяч долларов. А всего за 8 лет существования конкурса его организаторы выделили почти 2 миллиона долларов и поддержали более 70 проектов по всему Казахстану. В 2021 году Forbes Казахстан стал медиапартнером конкурса «Построй свой бизнес». В этом году вы проводите конкурс «Построй свой бизнес» в 8 раз. Если возвращаться в историю, как вы его создали? Как пришла идея этого конкурса? Наверное, я расскажу. Здесь был одним из инициаторов не только фонд «Саби», еще наш друг Алишер Ильгбаев. Он сам позвонил мне с такой идеей. А до этого, в принципе, так как я работал в Израиле долго на вечерном рынке и имел свой фонд до сегодняшнего дня, мы инвестировали. И там, в принципе, само государство проводит такой же конкурс по выдаче грантов. И у нас была тоже такая идея. И мы совместно с фондом «Саби» обсуждали эту идею. И Алишер Ильгбаев предложил совместными усилиями провести такой конкурс в Казахстане. Каким он был 8 лет назад, к чему он пришел сейчас, этот конкурс? Это два разных конкурса? Ну, на самом деле, два точно разных, потому что... В самом начале, когда мы делали его, это было такое, на наш взгляд, локальное событие. То есть, не республиканского значения, так скажем. Так как сам уже конкурс нарабатывался с опытом и выходил на другой уровень. Но когда мы уже попросили непосредственно в фонд «Саби» подключиться, то он уже как бы вышел на совершенно другой уровень. А вот на какой уровень? То есть, что из себя сейчас конкурс представляет на сегодняшний день? Ну, если последний брать результат, то это уже более тысячи заявок со всей республики. У нас по результатам этого года 330 тысяч долларов был призовой фонд увеличился. За все время уже почти 2 миллиона долларов была оказана помощь в виде грантов. И, на мой взгляд, он уже стал традиционный, и охват у него большой. И мне кажется, что та система, которую смогли наладить команда фонда «Саби», она уже как бы вышла на такой профессиональный уровень, что может не только поддерживать непосредственно победителя, а выводить уже на другой уровень их бизнес. Фонд «Саби» за 20 лет стал ресурсным центром, где успешно реализуется множество социальных инициатив. Это целевые программы поддержки одаренных детей, выпускников детских домов, детей с особыми потребностями. И поддержка молодых предпринимателей стала следующим логичным шагом в деятельности нашего фонда. Задачей конкурса является способствование развитию предпринимательской среды в Казахстане. И здесь мне бы хотелось немножко рассказать о выступлении, не знаю, смотрели ли вы профессора Лорена Грэхэма, профессора MIT. Это выступление глубоко меня впечатлило. Он в этом выступлении глубоко обоснованно говорит о причинах отсутствия российских инноваций на мировом рынке. Я думаю, это применимо ко многим по советским странам. И одной из главных причин, он указывает на то, что мы не умеем выводить на рынок изобретения, то есть не можем изобретения превращать в коммерчески успешные инновации. Хотя, извините, я вас перебью, изобретения есть, и талантливые люди есть. Изобретения есть, да, вот именно, что очень много талантливых изобретателей, но мы не умеем выводить их на рынок, коммерчески делать их успешными. И также к причинам он указывает, в принципе, малое количество предпринимателей. Отсутствие такого количества предпринимателей в отсутствии инструментов поощрения предпринимательства. Нет культивации образа предпринимателей. И вот наша задача как раз-таки делать гениальные идеи нового поколения, выводить их на рынок и делать их успешными. Если говорить о самом конкурсе, да, он проводится уже 8 лет. Структура конкурса утверждена. И да, она, конечно, совершенствовалась, эволюционировала, как и сам конкурс. Но неизменными критериями являются инновационность, актуальность проекта. И я всегда смотрю через призму, какую пользу может принести тот или иной проект нашему обществу. То есть, можно сказать, что вы через себя как-то даже пропускаете историю, да? Конечно, конечно. Все проекты фонда я курирую сама лично и конкурс «Построй свой бизнес». Ну, здесь нужно просто понимать, чтобы полностью сконцентрироваться на этом конкурсе, нужно выключиться из других проектов. Вот вы были на одном из конкурсных дней. Таких у нас проводится около 10. Это уже финальный этап, когда ребята презентуют свои проекты, рассказывают свой бизнес-идею. И, собственно, там и решается судьба будущих финалистов. А вот скажите, как вот в советском мультфильме, помните, было «Делай добро и бросай его в воду». Вы также относитесь к деньгам, которые вы дарите бизнесменам? Вы не ждете от них чего-то взамен и каких-то потрясающих результатов в тот же год, например? Я, Асель, Вячеслав, и вот сейчас Рашид Махат присоединился к нам. Мы хотим культивировать посредством нашего конкурса дух предпринимательства. Мы хотим сделать, чтобы была среда, где, возможно, предприниматели создавали бизнес. Мы облегчаем таким образом быстроту роста их бизнеса посредством нашего конкурса. И дух предпринимательства, он же не создается на ровном месте. То есть нужна какая-то экосреда. То есть те же самые инвестиционные фонды, венчурные фонды. Я вот здесь могу сказать пример небольшой, а как раз в моем опыте работы в Израиле. То есть государство приняло решение еще в начале 2000-х выдавать гранты на безвозмездной основе всем стартапам, которые там приходили и защищали свои бизнес-планы. В принципе, мы скопировали систему, которая вот сегодня есть на конкурсе «Построй свой бизнес» в Саби фонде, плюс-минус похожую на израильскую. Потому что там была основная защита бизнес-плана, то есть показать реалистичность твоего бизнес-плана на основе опыта. То есть это может быть не совсем с нуля бизнес. В основном те бизнесы, которые мы поддержали, и все те конкурсанты на сегодняшний день, это не просто идеи, это уже существующий бизнес с оборотами. И мы понимаем, что за счет нашего гранта они расширяют свою линейку производства. Я помню, был один проект трубный в Костанайской области. Он за счет нашего гранта смог расширить линейку производства труб. И выйти уже на другой рынок, то есть участвовать в поставках для коммунального предприятия. Соответственно, он оборотку увеличил свою. И мы постоянно со всеми же конкурсантами, опять же, вот «Асель» создала такую экосистему, где они всегда на связи, помогают им не только, я повторюсь, с финансами, а где-то там менторская помощь. Поэтому они и привлекли такие компании, как «Эрнстин», «Янг», «Майкрософт». Мы не ограничиваемся финансовой помощью. Мы уделяем большое внимание бизнес-просвещению наших конкурсантов. Поэтому в нашем конкурсе нашими партнерами являются такие крупные известные компании, как «Эрнстин», «Янг» и «Майкрософт», которые оказывают менторскую и консультационную поддержку. Также мы запустили онлайн-платформу, которая объединяет всех предыдущих победителей конкурса, где они могут обмениваться идеями, создавать какие-то коллаборации, делиться своими новостями. Также мы создали сайт «Ду Бизнес», где можно найти полезную, актуальную информацию для начинающих бизнесменов в Казахстане. Наша помощь вообще носит такой многовекторный характер. Не только ограничиваемся финансовой помощью, мы, где возможно, размещаем услуги, заказываем товары какие-то. В общем-то, мы максимально пытаемся помочь начинающим предпринимателям. Вот возвращаясь к вашему вопросу «Делать добро» и «Бросая его доволю», здесь не совсем уместен этот пример, потому что как раз-таки результатом всего этого, допустим, в Израиле явилось то, что сегодня они получают роялти из этих компаний, которые они там гранты выдавали, несколько миллиардов долларов в год. Как вы знаете, Израиль — это стартап-нейшн, так называемый, где быстро растущий рынок именно стартапов. Возвращаясь именно к Казахстану, опять же, та идеология, которая у нас заложена в основном «Построй свой бизнес» — это развитие предпринимательства в Казахстане. Мы хотим сказать, что слоган простой. Мы не даем просто так, мы не помогаем просто так. Мы даем людям удочку, так называемую, где они смогут пойти и поймать ту рыбу, которая им нужна. Плюс, я скажу так, наверное, это может где-то громко звучать, но вот, например, я скажу, один пример. Компания «Хазах Репаблик». Они были финалистами, и сегодня они выходят уже на международные рынки. Сегодня это очень сильный бренд Q-Арта. Сегодня все гордятся этой компанией, в 100 новых лиц их вводят. Но опять же, они когда были у нас финалистами, это была, по сути, небольшая компания, которая торговала именно своим брендом, своим видением, с небольшой линейкой. Они нам показались очень креативными. То есть за счет нас они смогли расширить свою линейку, выйти на какой-то другой уровень. И когда ты смотришь такие результаты, мне кажется, это простое объяснение, почему мы помогаем. Я больше, чем уверен, у «Хазах Репаблик» есть большое будущее, и, наверное, они смогут выйти еще на больший уровень. И мы будем только рады этому. Поэтому вот она, простая идеология, я думаю, она, наверное, понятна, особенно крупным предпринимателям, таким, как Вячеслав Ким. Вы же беседовали когда с ним. Вы тоже поняли, что суть этого конкурса развития предпринимательств в Казахстане. Господа, скажите, пожалуйста, для чего вообще нужны такие конкурсы? Почему предприниматели не могут пойти в банк, взять кредит или развиваться своими силами? Я с самого начала поддерживаю этот конкурс, вот восьмой год подряд. Когда мне Киес рассказал идею, мне сразу она понравилась, потому что я просто влюблен в предпринимательство. Сам, наверное, до единой клеточки мозгов предприниматель. И верю именно в предпринимательскую силу. То есть верю в то, что если человек хочет добиться чего-то и будет бить в эту точку все время, и идти настойчиво, спотыкаясь, падая, отряхиваясь, но идти все равно к своей цели, он ее достигнет обязательно, и он будет вознагражден Всевышним за свой успех. Почему именно гранты? Я знаю ребят, которые начинали просто с нуля. Это сложно, но они добились своего. Но, к сожалению, есть ресурс, который невосполним, да, это время. То есть и с нуля они там к 60 годам или к 70 достигали своих целей. Знаю ребят, которые изначально использовали накопление родителей. То есть это уже давало временной запас с точки зрения начинать уже с более высокой ступеньки. Вот. И они своего достигали там более в раннем возрасте. Говорят, что правда незаработанные деньги и разращают, ну их и легче их теряют. Но я беру те редкие и счастливые случаи, в которых предприниматели начинающие, они умело смогли комбинировать и полученные гранты, или деньги от родителей, там наследство и знания. Вот. А потом дальше мы использовали опыт. И мы вот решили, что мы будем выбирать ребят, которые верим в предпринимательскую культуру, которым мы как раз будем служить вот этой некой ступенькой, которая даст им возможность вот чуть-чуть временного запаса сортовать с более высокой позиции. Вот мы сейчас, например, обучаем детей и стараемся в более лучших школах. Они нам были недоступны раньше, да. Вот. Учились в тех школах, ну, желательно, хороших, которых могли. А сейчас вот детей обучаем в других школах, и они, как минимум, 3-4 языка все знают базово. То есть программирование знают уже достаточно профессионально, да. То есть в мое время это вообще программисты профессионалы считали, да, те, кто Excel пользоваться был. Так вот, что мы делаем? Мы их поднимаем сразу на ступеньку выше, и времени требует, и мы даем им запас во времени, чтобы они успели сделать большее, чем мы. Мне родители сберкнижку складывали деньги, я взял их для первого бизнеса. Вот. Потерял, правда. Потому что это, видимо, не заработал. Слишком легко относился. Но зато я получил опыт. Это может быть ценное. Вот. И я начинал, то есть, там, язык не знаю, там, вот это не знаю, вот это, мол, обучаюсь, книг кучу читаю, семинары езжу. А дети уже все, они идут, начинают там, 18 лет, они уже с таким зарядом снарядов, инструментов. Поэтому мы хотели быть одним из таких вот, как это, помощников для начинающих бизнесменов, и их тщательно отбирают, и я уверен, что, видите, какая статистика высокая, 80% продолжают и развивают бизнес дальше. То есть, если в Гугазах горят предпринимательские, то, ну, понятно, надо помогать. Вот это очень интересная статистика про 80%. Говорят, что вообще, на самом деле, бизнес выстреливает в лучшем случае 5 из 100%. Вы, может быть, говорите про идеи проектов, то есть, люди, которые, там, начинают бизнес, это не говорит, что бизнес же, это не беспроигрышная лотерея, да, вот. Всегда сопряжен с риском, вот. Здесь сейчас это условно же называем стартапы. Ну, мы, например, в Каспи называем стартап, который 15 лет длится. Потому что он все время меняется, 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 мы улучшаем, улучшаем, вот. И стартап уже это как слово джиг, да, нарицательное. Вот, и здесь ребята, они, вы посмотрели, они, нет никого, что он берет первые деньги, идет регистрировать. У них существующий пиздок. Да, это скорее не стартап, это скорее, там, Гринфилды или, там, Браунфилд. Ну, в смысле, это, это, ну, просто, сама суть, что они молодые предприниматели. У них опыт предпринимательской деятельности, там, 3 года, 2 года, там, небольшой. Вот, не как мы, дедушки. Вот. Ну, вот отдавая деньги, вы же понимаете, что часть этих денег будет просто на ветер пущено. А может быть, часть из них поступит нечестно и купит машину себе вместо того, чтобы развить бизнес. Вы знаете, здесь вот. Ни разу не было. Ни разу не было такого, здесь вот на все более всего. Нет, на самом деле, ту экосистему, которую уже создали у нас, как групповая экосистема, где до сих пор мы, там, Вячеслав Константинович, я лично, АСЕЛь, помогают, там, где-то, как говорится, пиаром, где-то каким-то коннекшенами, да. Но и самое главное, вот, на сегодняшний день, то, что мы имеем, никто не купил ни машину, ничего. Все потратили именно в бизнес. Хотел самое главное сказать, что, что дает опыт предпринимательский или, там, занятие бизнесом. Помимо, там, основных навыков, да, скилл, которые профессиональные, еще разбираться в людях, именно в предпринимателях. Потому что, было время, конечно, там, по пять разных людей встречали, они, там, с проектами приходили. Потому что, вот, например, банковский опыт, я вообще не банкир, и банкиром не считаю себя, и финансистом тоже, вот. Вот, ну, именно в классическом понимании, да, вот. Но что это дает? Это, на самом деле, рассита проектов. Они же приходят с проектами для зафинансирования. И ты встречаешься, и ты видишь людей, которые, вот, и в итоге, вот, откладывается в, там, подсознании, сразу некая, некий набор, то есть, как презентует, как разговаривает, горят ли глаза, как он видит будущее и так далее. И сразу начинаешь понимать, он просто хочет до денег добраться, или он хочет просто взять их как средство достижения цели. Это две разные вещи. Часто ли бизнесмены к вам обращаются за тем, чтобы вы вошли в капитал, помогли им деньгами уже, вот, как участник, соакционер бизнеса их? Такие переговоры и предложения, ну, были очень редко, на самом деле, но мы же, основной идеей не являлось входить в капитал. То есть, мы даем грант на безвозмездной основе, на расширение их бизнеса, да. Я думаю, что будут, наверное, компании в будущем, которые будут заинтересовывать нас, как инвесторов. И если это произойдет, опять же, это будет результатом тех инвестиций, которые мы сделали когда-то. То есть, инвестиции в людей, инвестиции в компании, так называемый smart money, так назовем. То есть, smart investment, где происходит не только, как вот Асяль сейчас сказала, помощь в финансовом плане, а и менторском, и educational. То есть, честно говоря, такой комплексный подход позволяет быстро выйти на другой уровень. То есть, пока ни одна компания за 8 лет вас не заинтересовала тем, что вы стали участником? Такой цели просто у нас не было. Да, это социальный проект. Мы не входим в капитал наших участников, участников нашего конкурса. Это так называемый импакт инвестиций, инвестиции полезного воздействия. То есть, мы ожидаем масштабных системных изменений в социально-экономической среде нашей страны. И знаете, меня вот впечатляет история с Эстонией. Буквально за последние 15 лет Таллин превратился и по праву называется кремниевой европейской долиной. Оборот стартапов только за этот год составил миллиард долларов. И такие конкурсы, как наш, там проводятся на ежемесячной основе. Каждое профильное министерство, например, это министерство образования, поддерживает ЭТЭК-проекты. И ежегодно бюджет министерств составляет от 150 до 300 тысяч евро. То есть, вы намекаете на то, что слишком мало таких конкурсов в Казахстане. И по-хорошему, хорошо бы, чтобы их было больше и поддержки было больше, в том числе, со стороны государства. Однозначно. Ни один фонд, ни один конкурс, ни один частный фонд, ни один частный конкурс не в силах масштабировать в размерах страны. Здесь только нужна государственная помощь. Да, у нас есть хорошие государственные инициативы. Астана Хаб, Институт помощи предпринимателям в дому. Но хотелось бы, чтобы таких инициатив и таких программ было как можно больше. На самом деле, системный подход к помощи предпринимателям, он не нов, и он существует даже в развитых странах. К примеру, скажу, США. Всем известно, что сейчас флагман новой, так скажем, Energy Transition, это Tesla-компания, где переход на зеленую экономику. И он начинался еще при Барак-Обаме, когда было объявлено, что будет выдача грантов тем компаниям, которые позволяют перейти в новый транзитный Energy Transition период. И, как вы знаете, это все в открытых источниках. Первый Gigafactory, построенный компанией Tesla, был построен на выданный государством, правительством США, большой грант, по-моему, в размере, если я не ошибаюсь, миллиарда долларов. То есть, на самом деле, без государственной поддержки такие индустрии не создаются. Возвращаясь, например, к европейским примерам, вот сегодня после Брекзита Великобритания приняла решение поддерживать своих товаропроизводителей. Если же еще будет поставлено, что опять же это будет Energy Transition, вот компания по производству батареи новые, они тоже получили грант безвозмездный в размере 750 миллионов фунтов. Понятно, что на эти деньги они построят огромные заводы по производству этих батареек, инфраструктуру будут создавать. Опять же, здесь можно сказать, что это не бизнес-подход, но на это создаются новые индустрии, новые налогоплательщики, новые лидеры индустрии. К нашему, возвращаясь к примеру, Казахстану, если будет создана экосистема, системная, которая будет поддерживать малый и средний бизнес, и создание новых бизнесов и производств, то это же новые налогоплательщики. Поэтому, мне кажется, государству на системном уровне надо подумать об этом однозначно. Я думаю, вот некоммерческий сектор, он может подсвечивать так называемые слепые зоны, которые могут быть не совсем видны в обществу и государству, могут тестировать какие-то новые программы и инициативы, но масштабировать их может только государство, как раз-таки, может быть, подхватывая эти инициативы. Я думаю, что многие бы наши зрители поспорили с вами о том, что государство мало помогает бизнесу в Казахстане, потому что мы знаем, что очень много проектов, начиная от поддержки автопрома, заканчивая до возврата НДС недропользователям. То есть, проектов поддержки очень много. Но вот то, что вы говорите, подсвечивание, какой помощи конкретно не хватает бизнесу от государства? Ну вот смотрите, мы будем исходить из того, что мы провели за это время небольшой анализ тех участников, которые у нас были финалистами. Это и сельское хозяйство, это и, скажем, какое-то производство, социальный бизнес, образование, медицина. Что мы видели? Допустим, в сельскохозяйственном секторе у всех не хватает залоговой базы. То есть, всем им говорят, банки, приходите, мы готовы вас финансировать, потому что еще существуют какие-то субсидии на сельскохозяйство. Но у них нет залоговой базы. То есть, как они будут расти свой бизнес, как они смогут привлечь финансирование коммерческое, коммерческий банк, допустим, второго уровня, если нет у тебя залогов. Вот, к примеру, вопрос. То есть, если бы государство сделал какую-то систему, при которой они могли бы четко понимать, что в виде гарантии выставлять для сельхозтоваропроизводителей, гарантия какого-то института, я опять же говорю здесь очень крупными мазками, но им было бы легче расти. Мы потом много видели компаний, которые работают, допустим, в образовательной сфере. Это очень большой тренд на сегодняшний день. Мы видели, что большой спрос на это есть. Все хотят масштабировать, увеличивать свой оборот и свой бизнес. Опять, если им будет выдана какая-то возможность, скажем, по низкой ставке аренды получать, еще какие-то субсидии, тогда они, понятно, будут расширять линейку свою. То есть, здесь много разных инструментов. Не всегда они, скажем, должны быть только финансовые. Поэтому я думаю, что базово есть какие-то, наверное, системные изменения, которые должны государство. Это, опять же, на наш взгляд, исходя из этого опыта. И мы говорим сейчас только про малый и средний бизнес, который, как вы знаете, является флагманом, допустим, в городе Алмате, драйвером. То есть, основные налогоплательщики, больше 56% сегодня налогов собираем, база, это в Алмате, это малый и средний бизнес. И город Алмата, она не дотационная, а наоборот, у него порядка 200 миллиардов тенге изымается в бюджет. И здесь, я так скажу, это самый лучший пример. Вот, кстати, когда я присутствовал с вами на конкурсе, мне показалось, что очень часто бизнес просит деньги на продвижение и маркетинг. А вот на ваш взгляд, какие-то пункты можете отметить, на что чаще всего нужны деньги? Ну, на рекламу мы не даем деньги, и это на самом деле только вот было в один день. Мы глубоко изучаем бизнес-план, когда вот второй этап, когда они отправляют нам свои бизнес-планы. И, как правило, это закуп оборудования, привлечение новых специалистов. И это самые такие частые просьбы, запросы. Конкурсу 8 лет. Вы не устали? Через вас проходит такой огромный объем бизнесов, их болей, проблем. Мне кажется, наоборот, мы получаем большое удовольствие. Вот вы сами были участником одного из дней, и вы, наверное, воодушевились тем, на мой взгляд, опять же, исходя из вашего комментария, тем, что у нас существует много бизнесменов, много людей, которые хотят построить свой бизнес и стать успешными. И когда мы видим эти результаты, конечно, мы радуемся, получаем какой-то новый заряд энергии. Каждый год мы обсуждаем о том, что когда мы подведем итог, давайте как-то, может быть, обсудим. Когда мы закончим уже эту историю. Да, 10 лет у нас, наверное. И каждый раз после нового конкурса мы продолжаем. Мы получаем большой импульс, заряд от общения с ребятами, потому что, на самом деле, талантливых, креативных, молодых предпринимателей очень много. С хорошим образованием, с прекрасным видением. И в этом плане, конечно, всегда желание дальше продолжать этот конкурс. Ну, например, я вот скажу, у нас один из участников, самых первых финалистов, он открыл свой образовательный центр для подготовки именно к тесту SAT, GMAT. Он расширился, он сейчас работает в нескольких городах, хотя у него была просто одна комната, арендная. И когда он рассказывает свою историю, что он подготовил столько учеников, которые поступили в лучшие вузы мира, разве это не результат нашей помощи, разве это не результат общей нашей работы? Он является частью нашего, так скажем, алюмнии, построить свой бизнес. Он всегда нам помогает, откликается на любую просьбу, то есть кого-то надо подготовить еще там. И мы считаем, что вот такие вещи, они вдохновляют на самом деле. Можно про робоком-то рассказать. Да, вот один из наших участников, тоже, кстати, один из первых финалистов. Первый? Да, финалистов. Это выпускник первого года 2017-го. Он сейчас живет в Австрии, Рустем открыл свою компанию, совместно с Лего сделал стартап, куда инвестировал компания Лего. Это образовательные роботы, которые применяются в начальных классах европейских школах, то есть простейшая система роботостроения, так скажем. Которые сейчас очень, кстати, популярны во всем мире. Если вы знаете, там все классы по роботизированному обучению, роботостроению, сегодня практически все применяют эти роботы. Это вот успешный бизнес-экзит. Да, один из наших. То есть я делаю вот, что вы следите за судьбой тех, кому... Мы на связи. Конечно, потому что нам очень важно понимать, как повлиял наш грант на судьбу конкурсанта. Поэтому мы находимся в тесном взаимодействии с нашими ребятами. Ну, деньги вы тоже выделяете немалые. Вот в этом плане вы будете как-то... Планируете ли вы расширять число спонсоров, может быть, приглашать еще кого-то? Однозначно, потому что, на самом деле, те участники и победители, которые есть, это очень ограниченный список, который мы бы хотели сами расширить. Это же исходит из наших просто возможностей. И мы очень долго обсуждаем. На самом деле, хочется еще больше выдать гранты. Поэтому мы всегда открыты к тому, чтобы новые пришли, так скажем. Да, мы начинали, когда наш конкурс, наш призовой фонд составлял 100 тысяч долларов. С приходом Вячеслава Кима наш призовой фонд составил 200 тысяч долларов. С прошлого года к нам присоединился бизнесмен Рашид Махат. И уже вот в этом году наш призовой фонд составил 330 тысяч долларов. Соответственно, мы можем помочь большему количеству конкурсантов. Наша задача — это вот помочь именно большему количеству. И надеемся, что в следующем году увеличится наш призовой фонд. А какие типичные ошибки совершают претенденты на гранты? Вот, может быть, нас сейчас будут смотреть будущие участники, будущие номинанты. Что бы вы им рассказали, что не нужно делать и как нужно делать, как нужно правильно подавать заявку? Ежегодная традиционная история, когда условно три месяца есть на то, чтобы подать заявку. Но в последние два дня мы получаем вот эти тысячу заявок в последние часы. Всем кажется, что их идею украдут, используют для чего-то. На самом деле это... И это большая нагрузка опять-таки для команды, потому что условно у нас есть неделю-десять дней, чтобы отсмотреть больше тысячи заявок. Поэтому, конечно, первое пожелание — отправлять заявки пораньше. У нас будет больше времени посмотреть, вникнуть внимательно, не спеша. Второе, наверное, второе такое пожелание, чтобы были более проработанные, структурированные бизнес-планы. Все-таки все зависит же от презентации, как ты себя презентуешь. И это первое самое главное. То есть если будет в самом начале уже первая презентация сделана, потом подготовлен четкий бизнес-план, то большие шансы, что ты будешь шорт-плести и финалистом. Быть гибким в том плане, что наша задача — помочь большему количеству конкурсантов. И когда я спрашиваю, какая ваша критическая сумма, без которой вы не сможете стартануть, вот здесь важно, чтобы у конкурсанта был план «Б». Ну и они часто, насколько я видел, они сразу снижают аппетит свои, да? Да, зачастую это так. Я думаю, что люди остаются людьми, они идут по принципу «хочешь барана проси верблюда?» Попроси больше, да. Это так не работает с конкурсом? Нет, не так. Вы бизнесмены с очень большим опытом. Я так понимаю, вы как просто Микеланджело от камня отсекаете все, что не нужно, и видите уже готовую скульптуру. Также вы, наверное, видите просто насквозь готового бизнесмена. Так я понимаю. Так происходит отбор. Я думаю, что та система, которая уже выстроена за это время, она показала свою эффективность. Вот если, скажем, в прошлом году он был один из финалистов, очень яркая звезда, на наш взгляд, компания «Серебро», применяется, искусственный интеллект. Для диагностики ишемического инсульта. Да, я Forbes писал про них, кстати. То есть они смогли уже доказать свою эффективность, они привлекли большого инвестора здесь, в Казахстане, я так понял, это Freedom Holdings. Компания, на мой взгляд, еще имеет большой потенциал роста. То есть сразу же видно с первого взгляда, самой подготовки, самой технологии, с бизнес-плана, что эти ребята могут спокойно execute им своего бизнеса и бизнес-плана. Наверное, даже выйти на внешние рынки. Да, и когда ты видишь такого уровня компанию и команду, ты понимаешь, что этот конкурс не зря сделан. Вот, кстати, к примеру, когда вы приводили, что бизнесмен уехал в Европу работать, тут вам не обидно, что вроде как бы вы вкладываете деньги в казахстанский бизнес, который вдруг становится не казахстанским. Вы знаете, наоборот, на мой взгляд, если он станет международной компанией, это будет прямое доказательство, что мы были правы, когда он стал нашим финалистом. Весь смысл бизнеса – расти, расширять свои границы и стать лидером не только в Казахстане, а где-то там. И масштабировать. Поэтому мы только будем за, если эти компании станут европейскими, американскими, азиатскими, смогут доказать свою бизнес-модель там, успешность этой бизнес-модели. Нет ли такого, что деньги, полученные в дар, они немножко расслабляют или даже, я бы сказал, развращают бизнес-мена? Во-первых, я хотел бы сказать, еще раз возвращаясь к нашей идеологии, то есть мы даем инструмент просто бизнеса. Мы же не дарим им наличные какие-то их нужды, мы не закрываем их какие-то обязательства там или кредиты, мы не дарим им просто там автомобиль или квартиру. Нет, мы им даем возможность выйти на совершенно новый уровень. И здесь, на наш взгляд, это является прямым доказательством, что это функциональная помощь. Поэтому здесь, наверное, этот пример будет немножко неуместен, что просто кто-то что-то дарит. Ну и конкурс, в принципе, не про легкие деньги, это не лотерея. Для того, чтобы получить грант, нужно пройти три серьезных этапа. И он не ограничивается только вручением гранта. Я на самом деле слышала мнение о том, что не стоит помогать молодым предпринимателям, должен выживать сильнейший. Я с этой позиции не согласна. Учитывая, насколько молодое по времени наше государство, и учитывая, насколько молодое сообщество предпринимателей, и учитывая, что у нас нет этой истории предпринимательской, мы только в начале пути. Необходимо помогать молодым предпринимателям, для того, чтобы они могли свои идеи развивать, для того, чтобы они могли выходить на новые рынки, масштабировать. Я здесь вот хочу небольшой пример сказать, мы как раз это обсуждали. Вот, допустим, даже уже существующему бизнесу, к примеру, медийному, к примеру, порталу Forbes KZ, если бы сегодня пришли какие-то меценаты и сказали, мы готовы профинансировать любые ваши проекты внутри Forbes KZ на базе этого медийного проекта, я думаю, даже Forbes не отказался от помощи, понимая, что возможности есть расшириться и сделать какие-то новые проекты, которые, опять же, могут вывести вас на другой уровень. Я не могу отвечать за акционеров, но как главный редактор я скажу абсолютно с вами согласен, лишние деньги бы не помешали. Поэтому здесь на этот вопрос вы сами сейчас ответили, я больше чем уверен. Конечно, вопрос ответственности существует, есть должна быть правильная избирательность, и поэтому мы не оставляем наших конкурсантов после этого, выдачи этого гранта. Мы практически дальше ведем эти компании. Не все, конечно, не все успешные, опять же, да, но я так скажу, если из всех тех финалистов 30 или 40 процентов добьются тех целей, которые они себе поставили, они смогут быть успешными и выйти на новый уровень, опять же, повторюсь, то я считаю, что наш конкурс был не зря. Ну, вообще, тот факт, что 80 процентов наших конкурсантов, наших победителей, это уже успешный, прибыльный бизнес, дает нам основания думать, что мы работаем в правильном направлении. И ДНК этого конкурса — это доверие. Мы доверяем абсолютно незнакомым чужим людям финансовые гранты, доверяем и верим в их идеи, в их бизнес-проекты. И, собственно, и они нам верят. И за эти 8 лет у нас не было истории, там, знаете, типа, там, купить машину или, там, уехать куда-то в Таиланд. Каждый ответственно ведет свой бизнес, развивает, успешно реализовывает свои проекты. Собрать деньги не можете? Нет, если вдруг не что-то вдруг. Нет, такого у нас нет. Еще более того скажу, вот, допустим, в прошлом году мы получили, там, небольшие, все, так скажем, фонд Саби, Вячеслав, нам передают какие-то небольшие подарки, и они показывают, там, результат новых работ. Вот одна из компаний, молодой совершенно парень, он сегодня уже экспортирует мед. Он производит мед, очень высококачественный, экологически чистый, и он смог за счет нашего гранта делать экспортный продукт. В чем заключалась, как раз-таки, наша помощь, что благодаря нам он смог сделать это, так скажем, там, вопрос именно упаковки, новых требований и налаживания производства. То есть, до этого у него был тот же самый продукт, просто, ну, он его не смог сделать экспортным. Теперь он экспортный, там новые виды какие-то продукции нам отправили, да. Или, допустим... Да, мальчику было 19 лет, когда он к нам пришел. Или еще один пример. Компания производит, выращивает орехи. То есть, это достаточно сложный бизнес. Там большое потребление воды, есть, должны быть специальные системы. Ну, вообще, агробизнес сам сложный, да. Но, опять же, мы посмотрели, каких они результатов добивались. То есть, они тоже смогли выйти на уровень экспорта. И наши, там, орехи смогли, там, конкурировать с другими странами. Разве это не результат конкурса? Это нас радует очень. Ну, вот вы так радуете за помощь бизнесу. Вам кто-то помогал, когда вы свой первый бизнес сделали? Вы бизнесмены с большим опытом. И с большими, ну, с несколькими бизнесами, да, крупными. Это очень хороший вопрос. Вот, непосредственно меня, если касаясь, то да. Допустим, когда я был владельцем двух предприятий. Тараский металлургический завод и Тимиртауский металлургический комбинат. Мы производили ферросиликомарганец и ферромарганец. Мы были экспортерами и крупнейшими производителями в Казахстане на тот момент. Производили порядка 70 тысяч тонн данной продукции. И полностью все уходило на экспорт. К моментам девальвации и после экономического кризиса 2008 года мы попросили о помощи правительству в двух вещах. Нам нужно было тариф по энергетике ниже рыночного, ну, как скажем, стабильный тариф, который бы не менялся в какое-то время, да. И мы получили его. Нам правительство очень тогда сильно помогло. И плюс нам дали ЖД-тариф на перевозки. Есть такая норма и практика. Правительство помогает экспортерам с ЖД-тарифами и скидками на ЖД-тариф. Благодаря этому мы смогли наладить и расширить наше производство на тот момент и уже стать конкурентом других стран. Допустим, тогда по ферро-силико-марганцу и ферро-марганцу были лидеры Украина. Мы смогли вытеснить их с рынков и продавать уже эту экспортную продукцию. Но я считаю, вот это одна из таких правильных помощей, которая была и есть, я несколько раз там перепроверял. Это до сих пор тариф существует в этих предприятиях. Благодаря этому работают они. Почему мы попросили этот тариф? Потому что нам досталось старое химическое производство в городе Тарас, на котором было порядка тысячи человек работающего персонала. И нас попросили не сокращать их. То есть мы их квалифицировали, перепрофилировали и, в принципе, всех оставили на Тараско-Металлургическом заводе. Хотя, по сути, мы могли сократить в два раза. Благодаря помощи государства мы смогли оставить весь персонал. Благодаря этому расширили нашу линейку и смогли конкурентно выйти на новый рынок. То есть здесь, я считаю, это хороший пример. Что касается сложности отбора бизнесменов, вы не думали бы, что, может быть, на аутсорс отдать эту работу, поскольку вы затрачиваете над огромное количество сил, энергии, времени? Нет, такой идеи никогда не было. Все проекты, которые я курирую в фонде, курирую сама лично. И поэтому такой идеи не возникало никогда. То есть вы будете продолжать нести это тяжелое бремя или крест? Или это радость большая? Нет, это не тяжелое ни бремя, ни крест. Это энергозатратный процесс, на самом деле. Но он уже отлажен, и он приносит мне, на самом деле, и знания, и опыт. То есть мы каждый раз узнаем, в чем вся фишка. Мы каждый год узнаем новые потребности, которые у общества есть. Мы видим ту нишу, которую молодые предприниматели хотят заполнить. Поэтому на самом деле этот процесс, он очень-очень информативный и полезный для нас. Сейчас фонд САБИ является оператором данного проекта «Построй свой бизнес». И это является одной из направлений самого фонда. То есть есть образовательное направление, медицинское направление. И вот как раз «Построй свой бизнес» — это одна из помощь малосреднему бизнесу и молодым предпринимателям. Почему у нас, кстати, стоят рамки именно возрастные? Потому что мы считаем, мы хотим шанс больше дать тем предпринимателям, которые только начинают свой бизнес. Им намного сложнее. И с этой точки зрения САБИ фонд не может брать на аутсорс, потому что он сам и есть тот оператор этой программы. Какие-то у вас будут нововведения, изменения в следующем году? Или вы еще об этом не думали? Мы, честно говоря, об этом не думали. Но я думаю, все будет так, как у нас сейчас идет, потому что он уже четко отформатирован, структурирован. Я думаю, у нас будут изменения в призовом фонде. Я очень на это надеюсь, что мы могли... Большую сторону. Большую сторону, чтобы мы могли помочь большему, опять-таки, количеству конкурсантов. Ну вот смотрите, буквально пять лет назад у нас не было таких партнеров, как Microsoft, как Ernst & Young. Сегодня у нас уже в этом году объявили, что UNDP. То есть это уже как бы... Помощь именно женское предпринимательство. Сейчас мы обсуждаем с компанией Казахтелеком именно развитие стартапов и помощи в IT-области. И их экспертную, во-первых, возможность привлечь, плюс финансовую. Поэтому я считаю, что конкурсу есть где развиваться, выходя уже на более совершенно другой уровень, опять же, радуешься этим результатом. Государству вы не предлагали поучаствовать как-то тоже в этом конкурсе? В 2016 году мы позвали на церемонию вручения представителей ПИТА ЛАТАУ, представителей Акимата Алматы. Но у нас не получилось сотрудничество. Развитие малого среднего бизнеса, кажется, департамента. Ну смотрите, там же как, государство сильно зарегулировано. Я думаю, пока, наверное, на законодательном или на каком-то другом уровне не будет принято решение именно выдачи грантов на безвозмездной основе. И так как у них этого механизма нету на сегодняшний день, наверное, им сложно как-то там оказать нам какую-то помощь. Мы-то ждем от них более, чтобы они... Ну мы почему ПИТА ЛАТАУ позвали? Потому что у многих конкурсантов проблема именно в высокоарендной ставке. Им нужна аренда, арендное помещение по низким ценам. А ПИТА ЛАТАУ как раз-таки предоставляет такую возможность. И поэтому мы думали, может быть, какое-то будет у нас сотрудничество с ПИТА ЛАТАУ именно в части аренды. Ну в целом мы, например, много раз обращались к каким-то государственным компаниям, дальше вели когда проекты. Скажем, один из финалистов конкурса, это была компания по производству беспилотников малого размера. И мы их состыковывали с компанией «Казахстан Инжиниринг», чтобы они сделали какое-то совместное предприятие. И им советовали тогда уходить больше на сельхозяйственный рынок, допустим, где есть большой спрос сейчас на беспилотники. И это уже не какая-то фантастика использования беспилотников, чтобы отслеживать производство, сельхозпроизводство. Но при этом сами вы не входите в капитал. Нет. Это ваша принципиальная позиция? А нет у вас какого-то вот соблазна все-таки, когда суперинтересный проект, и там нужно больше денег, чем вы можете позволить себе на конкурсе? Нет, соблазна нет. Это абсолютно трезвое решение самих создателей проекта. Если они хотят, ну, в смысле, серьезного партнерства, то мы, конечно же, открыты. Но вот мой самый близкий друг и партнер, и мой брат Михаил, он Ламтадзе, он говорит, что по идее, если формула счастья, это одна семья, один бизнес и один партнер, и на всю жизнь. И Брюс Ли также говорил, я буду бояться боя не с соперником, который тысячу ударов тренирует, а буду бояться того, кто тренирует один удар тысячу раз. Ну, я, честно говоря, этой стратегии придерживаюсь. Кинец знает, я всю жизнь занимался только розничным бизнесом. Моно? Только розничным. Никогда там не копал, ни золото, ни ковал, ни нефть не добывал, ничего, ни крана не открывал. Только розница. Когда вы выбираете проекты, шорт-лист смотрите, у вас у самих к чему тяготеет больше, вот к каким направлениям бизнеса, ваше пристрастие? Вы знаете, здесь вот, представляете, нет такого, что там типа мы берем там или социальную сферу, или сельское хозяйство. Мы смотрим на, именно на, сразу с позиции, полезно ли будет это для страны. Вот, то есть, и, ну, в первую очередь, сможет реализовать предприниматель, это же видно. Вот, и посмотрите на ребят, да, они с таким образованием, с такой карьерой, они бизнесы, бизнес-идеи рождают, и бизнесы эти делают для, там, вот для отца сделал. Я часто слышу от, ну, не коллег по цеху, ну, от бизнесменов или, там, от банкиров, вот, кадров нет, вот, там, некого кредитовать, у нас там, вот, там, типа, уровень зающего слабый. Такая ложь. Правда, я честно говорю, я не верю в это, потому что только в этом году, вот, там, у нас, например, статистика, там, где-то, 400 тысяч частных предпринимателей, да, ну, ИП, там, ТРО, и она, вот, сколько я слышу, столько, примерно, 400 тысяч, 400 тысяч. Вот мы в этом году, только Каспий, 180 тысяч новых предпринимателей, вот, а это были физические лица, которые просто брали кредиты и били бизнес. Мы сделали их предложение за 15-ю на регистрацию ИП, я сам пробовал, блин, правда, закрыть невозможно, пришлось в цону эти, я в шутку просто, я думал, я лицо аффилированное с банком, мне, ну, не откроют. В Корее на госвизит был, лежу в этом, думаю, о, норме сервис сейчас протестировал, тык-тык-тык, написал там что-то там, розничная торговля, сдача в аренду, ИП, Ким, отправил, думаю, сейчас отказ придет. Пим, приходят сообщения, поздравляем, успешно зарегистрированы, 29-го числа первый налог, там, 2-го числа, не забудьте заплатить такой налог, я в шоке своим юристам написал, и начал искать в Каспий гиде, как закрыть, нигде нету, в колл-центр звоню, как закрыть ИП, о, к сожалению, вы знаете, этот функционал отсутствует, потому что это по, ну, по закону нужно, чтобы аудит был, я такой, я говорю, еще час не прошел, как я ИП стал, позвонил своим юристам, сходите в суд, закройте, пожалуйста, неделю закрывали. Это еще очень быстро, на самом деле. Ну, потому что ноль. Да, да. Аудит, там, дня не прошло. Я, кстати, хотел добавить, вот каждый раз, Вячеслав не даст соврать, каждый финал, он нас больше мотивирует проводить следующий год, потому что иногда были обсуждения, можно уже 10 лет закончим. Да, можно закончим, закончим, да. Да, мы на 5 лет, больше мы 3 года назад на 5 лет хотели. На 5 лет закончим этот конкурс. В принципе, нас же никто не заставляет, это наша собственная инициатива, да. Да. И дело в том, что всегда мотивирует, потому что ты смотришь, наши финалисты, участники, да, кто в шорт-листе. Ну, ребята, на самом деле, очень-очень уровень серьезный. И каждый, каждый год растет эволюционно уровень тех, кто подает, на конкурс заявку подает. Прям эволюционно. Я вот, смотришь их ролики, прям, я не знаю, я все бы по 50 тысяч раз дал бы. Для кого-то, например, там, для производства, ну, что такое 10 тысяч, да? Но, представляете, это 10 тысяч просто так. То есть, крант. И, как правило, ну, я знаю, там, я с гаража пробовал апельсины продавать, меня обманули иранцы. Да. У вас три основателя конкурса, но в прошлом году к вам присоединился еще Рашид Махат. То есть, теперь у вас четверо. Да. Скажите, пожалуйста, как происходит отбор, как вы между собой, вы спорите, или вы как-то делите между собой? Вот эту кухню расскажите, пожалуйста. Я скажу правду. Самая черновая работа, я вот снимаю шляпу, это делает Аселя. Вот. Она через себя пропускает вот 100 проектов, или там 200, 300, сколько там, 400 пиздец. Ну, у нас в этом году тысяча участников. Да, в этом году вообще рекордное количество. Каждый год. Каждый год и рекордное количество, и каждый год мы увеличиваем сумму грантов. То есть, каждый год она увеличивается, да. И вот эту вот черновую работу, представляете, скрупулезно делает Асель. Нам достается уже пирожки с лечебкой, скажем. Сколько, сколько компаний вам достается? Ну, вначале там 100, из них мы делаем преимущественные какие-то. Вот. Я помню у нас в начале, например, приоритет был на экологичные проекты, потом более социальные, да. Потом IT. Потом IT, да. И, ну, сейчас просто, вот, у нас есть внутренний слоган, например, у меня в компании там, все, что хорошо для Казахстана, хорошо для Каспии. Вот. И если мы придерживаемся и этой цели во всем, то есть, вот, например, выбирая конкурсантов, да, если это для Казахстана пользу принесет, то этот проект хороший, мы его будем поддерживать. Вот. То есть, преимущества нет. Это медицина, сельское хозяйство, технологии и так далее. А почему вы иногда приходите к мысли, что конкурс надо закрыть, если он такой важный и полезный для бизнеса? Вот, извиняюсь, вы вначале, вспомните, вы вначале спросили, почему вы еще такой конкурс создали, потому что, вот, там, типа, государство же много создает базовых, да, вещей, там, дому образовать, то есть, можно изначальные деньги брать. Но дело в том, что все деньги, которые иные, они возвратные. А наши нет. Вот. То есть, уже, как бы, сейчас, подводя даже итоги этого года, в целом мы, вот, вместе с Вячеславом, сейчас присоединяются, еще Рашид Махав, уже 2 миллиона долларов. Далее, да. Даже если ребята какую-то часть денег потеряли, я уверен, что зато они опыт получили. Вот. Пусть дорогой, но опыт. Да. Потому что, вот, чего купить, в принципе, невозможно, это опыт, правда. Поэтому, когда спрашивают насчет ошибок, я говорю, это просто нужно, это важно получать ошибки, просто потом делать выводы и не повторять просто их. А если без ошибок, это вот, знаете, как человек, который не болел, не болел всю жизнь, а потом заболел и умер сразу. Вот так. Вот, кстати, значимая часть бизнеса, это же контакты, да, знакомство, контакты, налаживание каких-то связей. В этом тоже вы участвуете, да, активно, я так понимаю? Очень активно, да. То есть, во время интервью, вы видели, да, мы глубоко вникаем и пытаемся понять, где можно помочь, еще кроме финансовой помощи. Если нужны контакты, знакомства, реклама, маркетинг, это обязательно прилагается. Вот, например, еще всегда лучше говорить о результатах, да. Был один проект, это чисто социальный проект, это был спортивный центр для людей с ограниченными возможностями. Реабилитационный центр, да. Реабилитационный центр в городе Талдыкурган. Талдыкурган, да. Талдыкурган. Благодаря тем, тому, что помимо нашего гранта, он, во-первых, закончил этот центр, плюс к этому и стал узнаваемый и Акимат областной в Алматинской области, обратил на него внимание и они помогли им с помещением, я так понял. Ну, то есть он смог закончить этот проект, кстати, полностью социальный проект, хотя бизнес-составляющий тоже есть. 20 лет назад, когда я начинала свой волонтерский проект и создавала благотворительный фонд САБИ, это был 2002 год, мы тогда покупали детское питание для дома малютки. И мой супруг поверил в этот проект и выделил тогда 200 долларов и попросил своих товарищей помочь. Мы собрали 1000 долларов и тогда начали вот свои первые шаги в благотворительности, в волонтерстве. Это вот к теме о доверии и веры. Если вот сегодня возвращаясь, то уже будет скоро 20-летие фонда. В следующем году. Да, за это время фонд САБИ смог помочь в целом и осуществить проектов на сумму 30 миллионов долларов. 30 миллионов долларов. То есть как бы начиналось все вот с этой идеи. С 200 долларов. Да, с 200 долларов. Мне кажется, очень много создано фондом САБИ системных проектов. Допустим, один из них это в городе Октюбинский, построенный полностью на деньги фонда САБИ проект. Как он именно? Это поддержка выпускников детских домов. То есть мы построили 81 квартиру. В чем проблема у выпускников детских домов? Они полностью социально неадаптированы. То есть они выходят из стен детского дома совершенно не готовы к реальной жизни. Мы построили квартиры, в которой они проживают полностью. Ну, занимаются бытовыми вопросами. Они убирают, стирают, готовят. Мебелированные полосы под ключ квартиры. Да. И выходят на работу, оплачивают коммунальные услуги. То есть они, это подготовка к реальной жизни. И по достижению 30 лет они должны найти уже жилье. К этому времени они находят работу. Вот у нас много ребят, этому проекту уже 5 лет. Много ребят, которые уже заработали на свою квартиру. Или создали семьи. Да, и так далее. То есть они сделали первые шаги. И когда я спрашивала у ребят, ну как вам вообще здесь живется? И вот что было сложного? Они говорили, что вот мы получили зарплату и не знали, как ее потратить. Там могли сразу купить, не знаю, продукты на всю зарплату. То есть вот там обучают, как планировать, как составлять бюджет. В общем-то вот то, что не хватало в детском доме. У меня аж мурашки по коже. Серьезно, там еще создалась хорошая среда такая и несколько подсобных хозяйств. То есть есть сразу парикмахерская. Парикмахерская. Они там мастерские, где они там швейный цех. Да, они шьют. И вот очень сильно помогает Акимат. Актюбинская область, они там размещают заказы. В общем-то, ну вот, прекрасный такой проект, у которого уже есть ощутимые результаты. Как формируется его бюджет? Вы такие деньги выделили огромные, 30 миллионов долларов за 20 лет. Как его бюджет формируется? Это вот, как вы говорите в самом начале, пошли по друзьям к супругу и попросили денег. Как мы привлекаем деньги? Да, как привлекать деньги. Я хотел вот сказать, здесь на самом деле уже системная работа. Как вот повторюсь, есть определенные уже проекты, которые они ведут системно. То есть образовательные проекты, медицинские проекты. Вот в рамках медицинского проекта сейчас фонд САБИС заканчивает в городе Петропавловске. А до этого сделал город Алматы, город Актал, город Семей, это реконструкции. Это создание операционных блоков детской хирургии. Когда мы делали этот проект, начался в Алмате. В Алмате на тот момент существовала только одна детская хирургия. Город с населением 2 миллиона человек, конечно, и одна детская хирургия. На самом деле это неправильно, поэтому мы открыли вторую детскую хирургию на базе второй больницы. И этот проект уже пошел в регионы. Дальше мы открыли уже подобную хирургию в городе Семей, в Актал. И в следующем году заканчиваем в Петропавловске. Опять-таки это системный проект, потому что мы не ограничиваемся только реконструкцией и оснащением оборудования. Мы обучаем наших медиков. Приезжает специалист из России, который обучает новым технологичным операциям, проводит операции. И такой происходит обмен новыми технологиями, новой информацией. И вот в следующем году, заканчиваем, у нас уже четвертый проект будет. В рамках образовательного проекта, это помимо поддержки молодых и очень талантливых ребят, когда мы отправляем их на обучение, там у нас есть, например, очень талантливые выпускники. Программа «Алем». «Алем». Это вот Канад Бисикеев, известный документалист, полностью обучен на грант фонда САБИ. И вот как на вашу отвечаю вопрос, можно ли просто дарить что-то. Мы подарили путевку в жизнь талантливому человеку. Сегодня он является одним из самых известных документалистов в Казахстане. Допустим, несколько лет назад мы приняли решение построить и подарить общеобразовательную школу в Новурсбайском районе города Алматы. Там, где как раз не хватает этих школ. Но помимо того, что мы подарили, мы еще и ведем современный класс робототехники. Буквально недавно мы туда в Дарбин. До этой школы уже 5 лет. Мы хотим ее вывести в топовые школы. На тот момент в Новурсбайском районе существовали трехсменные школы. И когда мы ее открыли, эта школа рассчитана на 1200 человек. Она тут же заполнилась. И в этом году, когда мы открывали школу класс робототехники, в этой школе обучается уже 3000 детей. И она автоматически стала двусменной. То есть мы понимаем, что еще есть нехватка большая. Мы знаем, что как раз Акимат Алматы хочет ввести в эксплуатацию в следующем году 46 школ. Большая нехватка в городе Алматы. Поэтому как раз наш проект смог дать возможность получить образование на Новурсбайском районе на таком же уровне, как и в Медеевском районе. А может и лучше. Я вас все время про деньги спрашиваю, потому что Forbes про деньги. Вот снова возвращаясь к этому вопросу. Как формируется бюджет фонда? То есть это вот друзья, родственники, близкие? Или это какой-то тоже открытый фонд, куда можно пожертвовать любому желающему? Как это происходит? Да, это друзья, это близкие. Дальше уже, когда есть имя, есть авторитет у фонда, это уже крупные компании, это уже постоянные партнеры. Да, у нас на самом деле в системе фандрейзинга было сделано несколько масштабных международных проектов. Это было совместно с Кристис сделано мероприятие в 2012 году. В Нью-Йорке. В 2008 году в Лондоне. В Лондоне в 2008 году мы собрали фондрейзинговый вечер, мы собрали миллион долларов, и тогда мы начали проект «Инво-такси». С этого вот начался старт такого масштабного проекта решения транспортной проблемы инвалидов в республике. В 2012 году был проведен фондрейзинговый вечер также с Кристис в Нью-Йорке, и также мы собрали миллион долларов, и тогда стартанула программа поддержки молодых талантов АЛЕМ. Это как раз Киаканат Бесикеев, Ведетша Ахметов и многие другие. Вот в этом году буквально недавно совместно с партнерами из компании «Булгари» тоже был фондрейзинг произведен, и тоже практически миллион долларов. 700 тысяч долларов мы собрали, и эти деньги пошли полностью на проект «Хирургия» в городе Петропавловск. То есть с точки зрения фондрейзинга есть определенная программа, цели, задачи, большие партнеры, и они выполняют эту задачу. Но основная, конечно, масса – это наш вклад, наши семьи, соседи, фонд САБИ. Дорогой зритель, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забудьте поставить лайк, а может быть дизлайк этому видео, нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео от Forbes Казахстан, и подписаться на наш канал. Также будем рады вашим комментариям. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok